добрый вечер нас мало но мы самые крутые а я думаю кто-то будет подтягиваться и они поймут о чем идет речь потому что сегодня мы поговорим про такую интересную вкусную историю о чем думает потребитель как вы думаете с какого момента человеческой жизни человек уже стал потребителем совершенно верно он еще не родился а за него уже все решили что носить где учиться с кем дружить с кем не дружить какую татушку набивать какую не набивает знаменитый анекдот идет женщина по улице и за руку ведет трехлетнего мальчика четырехлетнего встречает подругу и одна говорит ой какие тебя милые малыши а как их зовут она говорит айтишника петя а юристы ильдус а вот самое интересное в том что мы сейчас вот вообще наша сегодняшняя встреча она проходит в уникальное время потому что начинается знаете такой я даже не знаю с чем это сравнить варфоломеевская ночь наверное не самое точное но вот что то что такое черная пятница вы знаете вот вот сегодня мы будем говорить не про нее и так а потребители никогда в жизни не сознаются почему они приобретают тот или иной товар если он из разряда чего а дело все в том что есть такое понятие как осознанно и неосознанно реакция что такое осознание осознать сами поиграем поиграем я не поняла да какого цвета снег какого цвета потолок что пьет корова вы понимаете вот есть вещи которые у нас идут автоматически то есть некие неосознанные реакции а а вот теперь вопрос а я могу заглянуть вот сюда но естественно без черепно-мозговых травм и понять а что же хочет потребитель дело все в том что а кто смотрел сериал люцифер о супер что спрашивал наш герой а а чего ты хочешь так вот сегодня мы с вами поиграем такого адвоката дьявола а что же хочет потребитель самое интересное что здесь такого вкусного потребитель не думает что он чувствует он просто это хочет вот бывает такое желание что вы увидели что-то неважно где в магазине в онлайн на маркетплейсе бывает такое то что вот я прямо все заболела я это хочу девочки бывает же такое бывает и мальчики тоже бывает так вот а бывает такое что понравилась вещь и вроде думаю вот нравится но дороговато не буду и сразу начинаешь думать вот я лучше за эти деньги я вот это возьму или вот это куплю или вот это бывает такое лайфхак как только у вас первая мысль связаны с тем что а может не стоит что-то дороговато нет лучше потом все это не ваш вещь она все забываем но если первая мысль улям хочу вот все вот все вот вот все голодать буду но именно эта вещь все берем это как раз то когда наша лимбическая система а что такое лимбическая система это наши эмоции потребитель не говорит что думает и не делает то что говорит мы всегда хотим то что видим в чьих-то руках появляется новинка но мы хуну есть новинка есть новинка мы проходим как смотрим да интересно но стоит только этой новинки появится у подруги мальчики девочки или у друга но все нам тут же это нужно кого я могу ксюш можно с тобой ладно она просто как это сказать она не моя студентка но она ходит мой научный кружок и илюша вот они это знаете это как ружье на сцене да они специально здесь сидят для того чтобы можно было с ними устраивать диалог ксюшенька скажи мне пожалуйста какая у тебя любимая зубная паста а автор а есть любимая паста а вот теперь ксюша ты пришла в магазин нет николгейт не зеленый но мы все знаем контрольный в голову это лесной бальзам илюш любимый напиток вода любимая бренд который ты вот прямо всегда покупаешь ну ты все время сидишь на лекции с одной и той же бутылочкой хорошо нет раевского источника что мы покупаем совершенно верно у нас всегда есть запас понимаем да если нет того чему нас приучила реклама а реклама это сверх стимул и если здесь есть люди которые занимаются нейрофизиологии они понимают что любая рефлексия она построила на стимулах и нас потребителей как раз на эти стимулы и ловят надо показать ценность надо показать стимул и посмотреть это так же как нейрофизиологи наблюдали за чайками и птенцами птенцы знают подлетает мама птенцы сразу открывают рот значит приехала еда делают картинку белое пятно с красным клювом птенец сразу открывает рот поднимись руку кто доверяет рекламе добро пожаловать в клуб 50-70 процентов участников онлайн опросов дают неполные случайные ответы было бывает такое вас спрашивают нравится вам этот продукт вы отвечаете на дат вали согласна но когда мы сталкиваемся с живыми людьми и его спрашиваешь тебе реально нравится этот продукт вот поверьте мне 75 участников опросов дают социально выверенные ответы и если из десяти человек 9 сказали да мне понравилось то десятый корова пьет молоко провели эксперимент детском саду детям раздали 10 каш молочных пшенных девять из них были сладкие десятая была соленая и посмотрели как себя ведут дети девять человек сказали сладкое десятому дали кашу она соленая вас спрашивает какая каша какая каша какая сладкая понимаете проходит какое-то время эксперимент повторили повторили с поколением альфа те которым сейчас вот три четыре пять лет девять каш все сладкие десятая соленая из всех ста детей с которыми проводили этот эксперимент все десять десятый сказал соленая каш понимаете да мы с вами сталкиваемся с тем что появляется новое поколение потребителей которые не боятся не попасть в правильный ответ есть такое вот это внутренняя свобода но если я считаю что не это не надо какая реклама вас может в этом разубедить согласно поэтому знаменитая пирамида маслу относительно первичных и вторичных потребностей самый пик это само выражение когда вы имеете право сказать а мне это не надо а мне это не нравится и тогда ни один недобросовестный производитель не сможет с вами произвести психологического шаманства и вы уже не попадетесь на эту удочку как он вы знаете это совершенно замечательный товар модный раскрою это будь будь в тренде будет да будь в тренде но при этом ты прекрасно должен понимать что сейчас мы уходим из экономики впечатлений и переходим в экономику сервисов а экономика сервисов она прекрасна это чисто утилитарный подход надо или не надо согласна супер и так что мы можем померить чтобы сказать как мы можем вот здесь вот я хочу отдельно сделать такую ремарку мы не говорим о том как манипулировать это нельзя мы не манипулируем поведением потребителя мы можем посмотреть что нравится что не нравится что вызывает большую эмпатию что вызывает раздражение вы когда сюда пришли первое первое впечатление какое с чем вы столкнулись вот сразу вот вот суматоха а звуки были музыка играла вы не обращали никогда внимание что атмосфера которую создает ну допустим мы сейчас говорим про вот не онлайн пространство да мы говорим про живое общение бывает такое то что вот вы пришли допустим выпить чашечку кофе и вам в кафе нравится все вам нравится дизайн вам нравится освещение вам нравится музыка не говоря уже о сервисе и качестве продукта есть такое а вот теперь смотрите что первично продукт или атмосфера а если это смиксовать здравствуй лояльность когда мне нравится все но есть такой момент прекрасный продукт красивый дизайн личное общение с человеком который ну допустим если мы говорим про кафе это официант который помогает вам сделать выбор и так далее любая оплошность и нетактичность приводят к чему к негативу а вот теперь смотрите мы с вами живем в то время когда клиентский опыт наш с вами опыт как клиентов являет собой развитие бизнеса и сейчас основной акцент это клиентоцентричность я расскажу пример который описан у прекрасного автора игоря манов книжки она так и называется клиентоцентричность он описывает свой опыт когда он пришел в театр и у него порвалась петелка ему сказали мы вашу куртку не возьмем искал ну как так а на плечики можно повесить так конечно можно 200 рублей он заплатил 200 рублей его повесили на плечики проходит какое-то время он приходит в другой театр но он театрал и вдруг он понимает что он в той же куртки на которой нет плечика ой на которой нет петелки вы понимаете у меня такая ситуация у меня петелка порвалась ничего страшного у нас есть плечики он для сколько это стоит они года нисколько не стоит он ведь я не сидел я не слушал спектакль я думал как моя куртка я же не заплатил за плечики что вдруг ее выкинут как она там у меня одна без присмотра он после спектакля приходит играть я вам точно ничего не должен они подождите вы купили билет все так вы наш гость у вас порвалась петелка кстати сказать мы вам ее пришли он сколько я вам должен да нисколько вы нам не должны вы наш гость вы купили билет нашла сдайтесь получаете удовольствие все это красиво это красиво и конечно это влияет на то что мы можем померить эмоционально так вот нас нас это кого это исследовательский ученый мир всегда интересовал вопрос а поведение потребителей это что это социально-экономическое явление который формулируется под влиянием внешних факторов внутренних мода ритуалы кстати сказать а что такое 30 декабря знаете как этот день называется у нас у маркетологов 30 декабря день шампанского потому что все любим не любим шампанского поднимите руку кто любит шампанское единицы а поднимите руку кто на новый год пьет шампанское вопрос как так происходит а происходит то что называется ритуал согласно традиция а вот теперь смотрите кто любит сувениры новогодние вот эти бесконечные китайская символика слава богу сейчас у нас появился славянский гороскоп сейчас быстро переобуемся на славянские вот эти зверюшек кому-нибудь хоть раз жизни дарили китайский вот этот символ года а кто честно мы никому не скажем операторы вырежут этот момент кто нибудь передаривал эти сувениры а если на этом сувенире написано любви здоровье и счастье в новом году думаешь ах ты вот такое уже не передаришь потому что мы идентифицируем это персони физи персонализированное пожелание согласно но вроде как удачу кому-то передаривать ну будем немножечко тщеславно да так вот а что здесь нам очень интересно запоминаемость мы где-то увидели вспомнили сколько нам ксюш колгейт обещал не обещал а просто сформировал рефлекс зубы нужно чистить утром и вечером утром и вечером это просто как какая-то мантра а знаете для чего чтобы побыстрее заканчивался тюбик а теперь как ускорить еще процесс врач в белом только белый халат врач обязательно должен по телевизору в рекламе сказать зубы нужно чистить после каждого приема пищи если с собой нет зубной щетки и зубной пасты покупаете вот эти ополаскиватели нитки и так далее до профилактика да совершенно самое это интересно что когда молодежь спрашивают чего вы больше всего стесняетесь молодежь говорит запах изо рта есть такое но когда еще как не студенческие годы боятся запаха изо рта потому что ночи должны быть яркие в рамках действующего законодательства вот так вот а и придумали очень много продуктов которые снимают боли потребитель не думает о товаре мы с вами думаем о своих страхах мы думаем о своих фобиях мы думаем о своих болях этот производитель который угадывает нашу боль вот как вы думаете что продает русскострах страховки нет он продает решение наших страхов согласно застрахуйся и вроде как карма сработает так как надо ну вы договорились а теперь самое интересное как вызвать интерес и вот здесь вот возникает такой момент а я сегодня буду говорить тем это называется нейромаркетинг о чем думает потребитель и вот наконец мы переходим ко второй части нашей встречи когда я буду рассказывать хорошо а как померить эмоцию а как зафиксировать о чем думает мой потребитель и вот у нас университете такая возможность появилась благодаря тому что у нас есть нейролаборатория который мы со студентами с аспирантами и с моими коллегами делаем исследование для того чтобы подтвердить ту или иную гипотезу и для этого я просто хочу пояснить да то что нейромаркетинг он как бы в двух направлениях развивается первое это все что связано с ощущениями внешней среды но например цвет звук ароматика да вот мы понимаем второе направление это когда мы наши эмоции можем померить с помощью оборудования оборудование высокочувствительное нейрофизиологическое и вот сейчас например самые такие частые наши эксперименты это айтрекер и биобраслет он же полиграф когда я могу посмотреть например если мне нужно протестировать какой-то сервис мобильное приложение рекламу или тот же самый marketplace благодаря и трекеру кстати сказать это российские производители это наше российское производство наш российский софт а куда смотрит мой клиент но мне этого мало мало ли куда смотрит мой клиент мне еще нужно знать что в этот момент какие эмоции он испытывает раздражение удивление радость интерес или его настолько все раздражает почему например очень многие любят сделать тепловые карты я знаю очень много приложений мобильных которые фиксируют вот тепловые карты куда и на что смотрит наш потребитель это все замечательно а давайте представим вы в рекламе увидели ну допустим красное белое кресло да и у вас это кресло вот за что я люблю наш мозг за том что кресло у каждого из нас вызывает определенную ассоциацию согласна потому что у нас у каждого в жизни была какая-то ассоциация у кого-то у бабушки дома такое кресло у кого-то в любимой кафешке такое кресло а кто-то первый раз видит это белое кресло и про себя сейчас думает ученок белому креслу пристал понимаем да например ложка и у каждого ассоциация со своей конкретной ложкой есть такое а теперь я скажу ложка пластиковая одноразовая все подумали одинаково правильно потому что есть четкие критерии по которому мы разделяем так вот мне мало посмотреть в рекламе на это белое кресло и вдруг я фиксирую до белое кресло красная зона мы понимаем чем дольше смотрим типа привлекла у нас это белое кресло но если я смотрю на это белое кресло это еще не значит то что я его хочу купить согласна она у меня просто может вызывать ассоциативный ряд с каким-то белым креслом который был у меня и вот здесь вот возникает вопрос как оценить и вот здесь вот с помощью гарнитуры которые есть у нас как померить эмоцию ее можно померить с помощью нейро физиологического оборудования это биобраслет это электроэнцефалограмма это наш шлем вот здесь вот видно наши студенты сидят в шлемах это фото плетизмограмма который просвечивает сосуды и это конец это концентратор нейросигналов который выдает обобщенный отчет и я уже могу сделать например вот есть эксперименты там допустим та же самая рекламная страничка яндекса и я могу посмотреть на что я обращаю внимание и какую эмоцию при этом испытывает потребитель выбирая тот или иной товар или нах допустим вот стоит задача я захожу в спортмастер мне нужно выбрать палатку кстати сказать милые девушки благодаря этому эксперименту мы опровергли гипотезу о том что женщины на сайте это как белка истеричка а мужчины это логика и последовательность ничего подобного у всех одинаковое хаотичное принятие решений поэтому милые дамы если кто-то это ваша женская логика ничего подобного логика отсутствие логики она характерна для всех правильно я говорю правильно едем дальше какие у вас вопросы потому что сейчас пойдут вопросы а сказали не задерживаться да сейчас сейчас будут давать микрофон все по-взрослому а вот вы сказали что нужно именно считывать эмоцию но разве не главное чтобы ну наш покупатель он именно обратил внимание на продукт то есть чтобы ему именно запомнился этот продукт то есть конечно если он будет у него вызывать отрицательные эмоции это конечно грустно но если он просто на него посмотрит и его запомнит это же ну положительное влияние это замечательно а как вас зовут батердинов амир 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 могу до обращаться вы знаете сейчас есть закон о рекламе где я не имею права ну я скажу так очень примитивно до навязывать и предлагать того вот посмотрите какой он хороший понимаете я должна так показать свой товар чтобы при прочих равных условиях вы обратили внимание именно на мой товар никак его не выделяя понимаем да о чем идет речь иначе мне мои партнеры конкуренты скажут это что у нас у всех равные условия понимаете да вот можно продавать одну и ту же услугу особенно это хорошо показано в онлайн сфере да мы тоже принципе вот за что я люблю цифровую среду что сто процентов благодаря интернету цифровой среде мы получаем информацию по картинкам не текст инфографика картинки когда я образ очень хорошо считываю а если на этот образ еще накладывается эмоция которую я могу прокомментировать ну например после допустим нейро физиологических замеров у нас обязательно глубинное интервью когда мы беседуем и потом я накладываю результаты вы посмотрели на мой продукт он вам действительно зацепил или просто он стоял серединке понимаем да ответственно